Россия потребовала от США объяснений по поводу обвинений Весельницекой. Россия ожидает от Соединенных Штатов четких объяснений по поводу выдвигаемых в адрес российского юриста Натальи Весельницекой обвинений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Западным политикам хочется попиариться за счет России постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов об антироссийской кампании, судьбе Скрипалей и шансах на спасение ДСТР возбуждать уголовное дело с непонятными претензиями к российским гражданам в США стало регулярной привычкой. Мы с этим мириться не готовы, приводит ее слова ТАСС, по мнению дипломата, предъявленные Весельницекой обвинения стали очередным витком антироссийской кампании в США. Захарова напомнила, что расследование американских властей в отношении кампании. Provision Holdings, интересы которой в суде представляла Весельницекая, давно завершено. 8 января гражданки России предъявили обвинение в воспрепятствовании правосудию в США, речь идет о расследовании, связанном с вышеуказанной кипрской офшорной кампанией. Впервые американская прокуратура предъявила фирме обвинение в 2013 году. Тогда утверждалось, что офшор отмывал средства, полученные в результате налоговых махинаций в РФ. По данным американского следствия, среди этих денег были также суммы, принадлежащие фонду. Хармитич Капитал, основателем которого является Уильям Браудер. Там же аудитором работал покойный Сергей Магницкий. Именно он, как заявили тогда в российской генпрокуратуре, отмывал деньги, напоминает газета. РУ, в мае 2017 года. Provision Holdings, заключила досудебное соглашение. При этом она обязалась выплатить штраф в 5,9 миллиона долларов. Сейчас же американские власти обвиняют в весельнице Кую в том, что несколько лет назад представляя в суде интересы. Provision Holdings. Она сотрудничала с российской генпрокуратурой, тем самым сознательно препятствуя правосудию. В России Браудера обвиняют в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов. В декабре 2017 года суд заочно приговорил его к 9 годам заключения и штрафу 200 тысяч рублей. 21 декабря 2018 года Тверской суд Москвы заочно арестовал финансиста, но уже по обвинению в создании преступного сообщества, объявив его в международный розыск. В настоящий момент основатель. Hermitage Capital. Скрывается от следствия в Лондоне. Российская сторона добивается его задержания и экстрадиции по линии Интерпола. Однако Великобритания отказалась от сотрудничества с РФ по данному делу.